Безумие здесь поглотило всё, и внешность, и чарующую юность. Как горько той, что этот крест несёт, её удел навек теперь угрюмость. Мне, видевшись то, что видела я, теперь осталось видеть то, что вижу. Пусть пропадёт в аду душа моя. За Гамлета я небо ненавижу. Браво! 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 Молодец! Браво! Браво! Умница! Ммм, слышали, как они хлопали. Анфиса, деточка моя, это было великолепно, волшебно, гениально! Какой успех! Это была лучшая Офелия, которую я видел. Ты талант, Анфиса, талант! Предлагаете мне постоянную работу? Нет, в нашем любительском театре. У нас же всё на голом энтузиазме. О зарплатах вообще речь не идёт. Нет, ты должна, ты просто обязана поступать в театральный и стать профессиональной актрисой. С такой красотой и талантом тебя ждёт успех. Нет, всё решено, я буду поступать в политех. Да на кой он тебе сдался? Ты ж на первой лекции с ума сойдёшь от скуки. А может, я с детства о космосе мечтала? Ага, тогда тебе надо поступать в авиационный. Анфиса, послушай меня, нельзя предавать свой талант. Ух ты! Анфиска, это было просто вау! Так круто! Танюха! Офигеть, как мы опаздываем! А ну погнали! Быстро давай! Давай! Только тихо! Давай не как в прошлый раз! Не переводи воспиталок! Давай, ты первая! Давай, давай, давай! Анфис, объясни мне на завтра, что такое позиционная и непозиционная система исчисления. Сейчас. Да где же это? Так, позиционная система исчисления. Это такая система, значение числа в которой зависит от его положения. Фигня какая-то. Вам это в пятом классе задают? Здрасьте! Ты же тест по математике сдавала. Сдавала? Ну и что? Я уже ничего не помню. А баллы все для поступления набрала? Да, наверное. Так, все, у меня мозги ватные. Давай сказку на боковую. Про принцессу-мстительницу? Да, про кого же еще? Жила-была прекрасная принцесса. Ее родители, король и королева, были очень добрыми, очень любили свою доченьку. А она мечтала о прекрасном принце. Но вместо него к ней приперся злой дракон. А принц куда делся? Тоскался где-то? С принцами вечно какая-то фигня. Короче, пришлось прекрасной принцессе затаиться среди бедных сирот и готовиться к битве с драконом. И она одна его убьет? Конечно. А что сейчас дракон делает? Сидит в своем замке и готовится к завоеванию мира. Скажите, пожалуйста, Борис Иванович сегодня к нам присоединится? Да, он определит победителя тендера. Нет, он может взять с собой только одного гостя. Но я понимаю, что он министр. Но у нас нет никаких исключений. Давай. Простите за позднюю встречу. Вы и вы, к сожалению, на сегодня свободны. Ваше предложение нас не заинтересовало. Но вы же говорили, что тендер выиграет только одно агентство. Ну так и есть. В конкурентной среде производительность выше. Тимур, веди в курс дела. Да. Через 20 дней состоится презентация нашей многолетней разработки. Мы назвали ее «Мобильный доктор». Это мини-компьютер, который позволяет диагностировать ваше состояние здоровья, прогнозируемые болезни и предоставляет план лечения. Как настоящий доктор, только лучше. А это сертифицировано Минздравом? И не только нашим. Это браслет. Выносите его на руки. А вся информация о вашем здоровье передается в ваш смартфон и в вашу клинику. Если что-то пойдет не так, вас госпитализируют. Это фантастика. Да. И скоро эти браслеты будут носить по всему миру. Да, на презентацию приглашены представители здравоохранения многих стран, топ-менеджеры международных компаний. У вас есть сутки на разработку концепции презентации. Мы выберем лучшую. Это должно быть мероприятие года. Здесь описание продукта и ТЗ. Время пошло. Ну, думаю, спать в ближайшие сутки они точно не будут. За такой бюджет они родной маме поездку в ад организуют. Полинезия одобрила стройку? И стройку одобрила, и от налогов всех инвесторов этого чудо-острова освободила. Так что запустим браслет и переберемся на этот остров. Точнее, мы с мамой переберемся. А ты будешь управлять компанией. В смысле? Ты серьезно? Ну, конечно. Но ты же мой сын. Ну... Никаких «но», Тимур Борисович. Устал я. Бизнес жутко выматывает. Даже лекции студентам радости не приносит. Хочется для себя пожить. Слушай, я, если честно, себе плохо представляю, как ты будешь на островах этих годами. А если мама не захочет? А что, мама может не захотеть? Если ты, конечно, ее спросишь. Спасибо, папа. Рейс. Так что за прием такой? Министры наши будут посольские. Толпы с женами. Из ЕС какой-то канцлер прилетит. В общем, все по высшему разряду. Разряду. Ол-эм. Ваши карты, господа. Ты что, охренел? Скотина брехливая. Откуда такие карты? Ведь меня предупреждали, что ты паскода. Говори, чего тебе надо. Приглашение к Войцеховскому. Хорошая шутка. Хорошая шутка. А кто шутил? Отпусти, все равно. Ничего не добьешься. Приглашаю я именные. И это не бумажки, а какая-то электронная хрень. Где я тебя возьму? А если подумать? А если подумать? Сердце. Не бережешь ты себя? Алло, скорая? Срочно. Человеку плохо. Сердечный приступ на фоне злоупотребления алкоголем. Ну как? Я отработала свой гонорар? Милая Снежанна, ты стала украшением этого вечера. Только, пожалуйста, в следующий раз не дергай так волосы. В смысле? В смысле есть большая разница между просто поправить локоны и чесаться, как будто тебя кусают булухи. Я все делала, как ты сказала. Ладно, потом научишься. А этот Борис Ватиховский, он кто? Пупсик. А вот этот не бери в свою маленькую головку. Поехали. Борис Иванович, вы видели, про вас сегодня в новостях писали. Говорили, что ваш девайс реально весь мир будет использовать. И что это революция в медицине. Спасибо. Борис Иванович, можно с вами селом? Да, конечно. Сейчас приеду. Ты результаты экзаменов получила? Угу. Математику завалила. Ну, значит, в политехнический не поступишь. Может, в театральный? Говорят, у тебя талант. А наш фонд сейчас успешно реализует одну программу. Мы можем помочь. Не надо. Я буду поступать в политех, учиться у Борисова и Цеховского. Ну, значит, нужно год подождать и пересдавать. Угу. Я разберусь. Вы меня ради этого сюда позвали? Нет. Это касается Тани. Нашлась одна семья, которая хочет ее удочерить. Но Таня совсем не идет с ними на контакт. И только ты можешь на нее повлиять. Анфисочка, ну ты пойми, это очень редкая удача. Семья хорошая. Они могут даже увезти ее за границу. Никуда они ее не увезут. Мне скоро исполнится 18, я сама возьму на дне опеку. Никто тебе опеку на дне не даст. В университет ты не поступила. Работы у тебя нет. А денег, которые тебе платит государство, дай бог, чтобы на приличную комнату хватило. Ну, а тем более, что есть такие хорошие кандидаты. Не дадут тебе опеку. Танюк, ну я же от тебя не отказываюсь. Мы все равно будем вместе. Ладно. Вот уйду я через пару дней. Что ты будешь без меня делать? Эти дуры тебя забьют. Давай так. Ты пока поживешь со своими приемными родителями, они сейчас будут хорошие. Будут тебя подарками задаривать, тебе комнату выделят, развлекать будут. Тем временем я решу свои проблемы, устроюсь на работу и заберу тебя к себе. Танюха. Ну, Тань. Танюха. Таня. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пока твоя очередь на жилье подойдет, поживешь здесь. Только учти, в компании мужиков не водить, а то выгонят, поняла? И вообще, перестань заниматься дурью. Поступай в училище, полно уж хороших профессий. Повар или там штукатур. Всегда копеечка будет, из голода не помрешь. Я разберусь, спасибо. Чтобы в постели не курила, свет выключай. Белье постельное хотя бы раз в месяц меняй. Я же сказала, я разберусь. Ну, ладно, раз ты такая умная, вот, держи твои документы. Пособие на карточку каждый месяц приходить будет. А чего это ты из Анфисовой Цеховской стала Анной Тесифоновой? Красивая ж фамилия. Хорошего дня. Ну, бывай. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok А где на этот раз твоя форма? Я опять забыл. А голову ты дома не забыл? Я тебя без формы к такому клиенту не пущу. Ищи форму. Надень фарту в машине. Ой, здравствуйте. А что это у вас такое? Извините, девушка, мы работаем. А я знаю, вы это все моему папе привезли, Борисову и Цеховскому. Так что у вас такого вкусненького? Я надеюсь, вашему папе все понравится, и он выберет нас. Мы привезли конфи из кролика, мясо по-бургундски и корден блю. Корден что? Французская кухня. Ой, а вот в таком виде моему папе лучше не показываться, он взбесится. А у нас еще есть гратен и киш со шпинатом и грибами. Только нужно разогреть. Ой, вот это все мой папик очень любит. Он только не любит, когда опаздывают, поэтому я вам помогла. Вы потом подтягивайтесь со своим кишмышем. Ты охренел? Просто проверка связи. Условные рефлексы в порядке. Ты молодец. Поставьте и рассказывайте. Начинайте. С чего начать? С того, что ты убил моих родителей? Анфиса. Олена, пойми, что за технологиями будущее. Пройдет два-три года, люди не смогут жить без мобильных телефонов. Они станут продолжением человека. Доставли еды, такси, любые товары, знакомства. Да хоть стоматолог с кардиологом. Все будет в мобильном. Если вложимся в платформу сейчас, будем первыми. И кто этим будет пользоваться? Студенты. Тебе надоело работать с банками? Ты решил завести себе новую игрушку? Ты вообще подумал, за какие шиши ты будешь растить Анфису? Правильно, папа говорил. У тебя нет стратегического мышления. Нужно подумать, ты у нас провидец. Да, провидец. Если ты считаешь иначе, Боря, я тебя не держу. Я дам тебе твою долю и разойдемся, пока окончательно друг друга не возненавидели. А что я буду вкладывать в развитие? В свои идеи, которые, между прочим, всех нас до сих пор кормили. Но ты же умеешь меня понять? Вот и докажи это. Я вернусь из Таиланда и приступим к разделу. Ты сначала вернись. Тебя не узнать. Я не убивал твоих родителей. Это сделал кто-то другой. Я их предупреждал, чтобы они были поосторожнее в Таиланде. Нет, это ты их убил. Украл разработки моего отца. Разбогател. Садись, поговорим. А я не разговаривать сюда пришла. А что? Убивать меня? Да. Я думаю, что 1100 долларов заставят тебя отказаться от твоего прекрасного плана. Ты все покупаешь и все продаешь. Даже жизнь собственного брата. Сволочь. Вот она, человеческая благодарность. Она должна сказать мне спасибо за то, что я не вызвал полицию. Нет, я понимаю, ты, конечно, изжила, что нашла виноватого во всех своих бедах. Но, увы, я тут ни при чем. Я же тебя все равно достану. Ну, это вряд ли. Видишь ли, моя девочка, если ты еще раз подойдешь к моему дому, сработает система распознавания лиц, включится сигнализация, и тогда уже точно приедет полиция. Минус премия. Эва, как ты себя чувствуешь? Уже лучше, спасибо. Опять пилинг? Слушай, я иногда тебя не понимаю, к чему такие жертвы? Ну, потому что я хочу быть самой красивой для тебя. Слушай, ты и так красавица. А это что, вечернее платье детского размера? Значит так, у меня взрослый эксцесс, но я еще похудею. И тебя не подведу. Слушай, осторожно с похудением. Сначала обратись к Кире. Она знает, что тебе нужно. Я тебя очень прошу, пожалуйста, но только не к ней. Милая, не глупи. Кира лучше в своем деле. Набери ее. Ладно, если ты настаиваешь. Да, я настаиваю. Ну, ладно, не буду вам мешать. Вы шеете платья на один размер. Ну, что? Не нужно. Вы слышали, что я вам сказала? Ушивайте. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Анфиска, я завтра не могу. Приемные мне сюрприз готовят, а еще котенка купили, представляешь, и комнату классную дали, и блинчики по утрам с вареньем. Прости, Анфиска, мне надо бежать. Клуб «Вояс» значит, любишь, Тимур. Мам, это еще что такое? Всего лишь пилинг. Всего лишь? Серьезно? Мам! Скажи, пожалуйста, зачем ты делаешь это с собой? Это же больно. Ну, ничего страшного, это пройдет. Ты мне лучше расскажи. Куда ты собрался? С друзьями встречусь. Праздновать повышение. Повышение? Да. После презентации отец передает мне компанию. Ну, это же прекрасная новость. Я тебя поздравляю. Не зря Борис вкладывался в твое образование. И ты видишь, что ты достиг, а сидел бы рядом со мной, ничего бы этого не было. Мама, а ты вечером как? Дома? Нет, я с Кирой встречаюсь. Борис попросил волнуется. Ну, вот видишь, мам, Борис тебя любит, переживает за тебя. Я поеду, а ты, пожалуйста, если вдруг станет плохо, позвони мне. Как же это здорово, когда твои мальчики о тебе заботятся. А почему мне не даете браслет? Ну, потому что он тебе не нужен. Ну, и что опять случилось с твоей драгоценной женушкой? Да ничего нового. Ей надо немного похудеть, но я не хочу, чтобы она опять морила себя голодом, угодила в больницу с болями и анорексией, или что там у нее было. Мне перед презентацией скандал не нужен. Пропиши ей какую-нибудь программу и контролируй ее. Я только не понимаю, зачем ей худеть. Она и так тощая. А, кто уж баб поймет. Ну, допустим, я не баба, а женщина. И вообще, я не понимаю, зачем тебе апгрейд старой модели, если можно взять новую? Кира, давай, молим. Но ведь ты же поговоришь с Велиной после презентации, как обещала? Когда время придет, тогда и поговорю. Раздай, пожалуйста, браслет отобранным добровольцам. На этой неделе я буду показывать проект нужным людям, чтобы браслеты были активированы. Ну, конечно. Я же не могу задерживать твою женушку. Бабы. Давление в норме. Вы плохо померяли. Мерю не я, аппарат. У него все точно. Так, будем придерживаться палеодиеты. Я все распишу и раз в неделю буду брать у вас кровь. А мы можем воспользоваться браслетом? На прошлой диете я себя не очень хорошо чувствовала. Хотелось бы этого избежать. Ну, как скажете. Мне надо синхронизировать его со своим телефоном. Вдруг что случится, чтоб я была в курсе. Эвелина, а у вас есть тот, кто присмотрел бы за вами? Ну, сын ваш дома. Ну, я не настолько немощна, как вам хотелось бы. И не нуждаюсь в присмотре. А у сына моего своя жизнь. У меня огромный опыт работы в Метрополии, Риц, Фазенда. Фазенда? Это где? В Мелитополе. А, ты приезжая. А тут сейчас где? Паспорт с пропиской давай. Да я у бабушки живу, поэтому прописки нет. Возьмите меня, не пожалеете. Ну что, оставляй паспорт в залог и приступай к работе прямо сейчас. У нас сейчас как раз людей не хватает. Знакомься, это наша новая сотрудница Аня. И сегодня у нее ответственное задание. Она будет обслуживать вип-столик. Покажи ей, как и что пробивать. Да не вопрос. Ну что, они готовы учиться? Я дважды объяснять не буду. А может завтра? Я же сегодня первый день. Ну ладно, я сам пробью. Переоденься и прими заказ. Он заказал Дамиан Леру Чемберлин, что-то там. Чембертин, какого года? Они что, разные? Что ж тебя такого опыта не научили? 92-го тысячу стоит. 2012-го 14,5. 14,5? Давай то, что дешевле. Только не разбей, а то не расплатишься. Парни, перед вами новый генеральный директор супер-мега-трансантантической корпорации. И я выставляю за повышение. Ну ты крот. Здравствуйте, вам столик на двоих? Исчезни. А у нас вкусное вино из 14 тысяч, бутылка. До свидания. Снежанна, радость моя. Напомни, пожалуйста, как ты будешь поправлять свои дивные локоны, когда увидишь у соперника флэш? Ты же помнишь, что такое флэш? Ну так. Пожалуйста, только челку. Я тебя умолю. На кого ты смотришь? На эту? Ну почему сразу на эту? А на кого тогда? Снежанна, я ни на кого не смотрю. Вот, вот опять ты начинаешь. Что? Вот это вот свое. Так что, клиент не расплатился? Да, не расплатился и свалил козлину. Ты шутишь? Ты знаешь, сколько это вино стоило? Знаю, тысячу я все отдам. Ты знаешь, сколько тебе придется работать за эту тысячу долларов? Долларов? Откуда такие цены? Где деньги такие возьму? Вызывай ментов. Нет, подождите, не нужно ментов. Я все верну. Я буду работать, сколько скажете. Да ладно. Со всеми бывает. Девушка же не со зла. Думала, у нас тут приличные люди. Ладно, два месяца будешь работать беспилотно. А твоей зарплатой я буду долг размещать. И чаевые тоже мне. Паспорт я пока у себя подержу. Как же я жить буду? Можешь пока пожить у меня. Ну, как хочешь. А шанс был. Снежаночка, пупсик мой. Поторопись, пожалуйста. Мы уже очень неприлично опаздываем. Снежаночка, пупсик мой. 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 Желевые игры хороши. Не заткнешься, а члепа бесплатна. Фу, доченька, ну что за тон? Быть может, это прекрасный принц. Отдыхай, веселись. Но чтобы до он была, до полуночи. Какой у тебя демократичный папа. А с мальчиками он тебе разрешает общаться? А ты приходи сюда завтра в семь. Узнаешь. Снежана, пупсик, возьми машину и езжай домой. А мы что, играть сегодня не будем? Ты не в форме. А без тебя я играть не могу. Ты же моя муза. Я думала, мы... Позже. Я перезвоню. И сколько же девушка вам должна? Да клиент заказал дорогое вино и ушел, не расплатившись. А теперь ей придется отрабатывать. Ага. Сколько? Тысяча долларов. Напомните, Павел Петрович ваш хозяин, да? Да. Вот я завтра с ним увижусь. И мне придется ему рассказать про ваши маленькие шалости. Да вы что? Как вы могли такое подумать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ОТЕКИ Позвольте представиться, Ян Петрович. Петрович, я не та, о ком ты подумала. А я ничего не подумал. Хотел вернуть вот это. Черт, паспорт забыла. Как зовут? Какое твое дело? Есть деловое предложение, не секс. Хочу предложить одно мероприятие. Какое мероприятие? То, на которое вы достанете для нас пригласительное. Какое пригласительное? Ты что, пьян? Какая пошлость. Скоро пройдет мероприятие, на которое мне крайне важно попасть. И именно вы добудете для меня приглашение. Из какой-то радости. А с той радости, что у меня в телефоне есть интересное видео, на котором одна юная леди так элегантно ворует у моего старого знакомого кошелек. А я слышал, за это дают тюремный срок. Усекла. Спрошу еще раз, как зовут? Аня. Значит так, Анна. Вы достанете для меня приглашение на это важное мероприятие. И тогда я удалю из телефона видео, на котором вы так ловко воруете кошелек. Ну и как это у меня должно получиться? Это мероприятие организует молодой человек, который клеился к вам в клубе. Удачное совпадение. Используйте его. Хорошо. Будет тебе приглашение. Только ты прямо сейчас при мне сотрешь видео со своего телефона. Если бы все было так просто, я бы обошелся без вас. Поверьте мне. Имейте в виду, приглашение это не бумажка. Это инновация. Возможно, в виде гаджета. Я не знаю. И еще. Вы должны настолько заинтересовать Тимура, чтобы он выдал вам сразу два пригласительных. Вам и вашему дорогому папочке. Какого папочки? Мне, конечно. Но имейте в виду, вашей смазливой мордашки будет недостаточно для того, чтобы поразить Тимура в самое сердце. Полегче. Как с мальчиками общаться. Я в курсе. Уверена? Сейчас вы для него развлечение на одну ночь. А хотите, я расскажу вам, как пройдут ваши первые свидания? Тимур приедет на свидание на дорогой машине и сразу даст понять, насколько он лучше вас. Такие люди всегда самоутверждаются за счет своих денег. Ну, и за счет других людей, конечно. Обожаю, Шостакович. А ты? Да, ладно, ладно, я шучу. Это римский Корсаков. Только я не помню, что за вещь. Крутится, крутится. Напомнишь? Нет, наверное, у тебя любимая попса. Что там сейчас в тренде? Леди Гага, да? Ша-ла-ла-ла-ла-ла. На, напоешь? Поехали. Он поведет вас в место, интересное ему самого. Бонусом же будет, если вы почувствуете себя неуютно. Так забавнее. Социология. Экономика и политика. Как они связаны? На наших лекциях вы сможете узнать много чего интересного. Так что заказывайте абонементы в онлайн у нас на сайте. Ссылочку я вам сейчас отправлю. Прошу, простите, пожалуйста. Куда мы пришли? Это лекторий. Сейчас начнется интересная лекция. Ну, а наша сегодняшняя тема майнинг криптовалют на основе социального капитала. Круто, да? За криптовалютой будущее. Да. Это же что-то про курс доллара. Вроде того. Ты забавная. А это надолго? Тише. Впервые термин криптовалюта был использован создателем системы биткоин. Знаете, по сей день так и неизвестно, кто это. Он скрывается под псевдонимом Сатоси Накаму. Тебе скучно, что ли? Мне? Да нет, ничего интересного в жизни не слышал. Пойдем, развлечемся. Да ладно, я потерплю. Пойдем, пойдем, пойдем. Далее он потащит вас в ресторан и постарается там унизить. Он уверен, что ради денег девушка стерпит все. Тут подают отличные севиче. Нам два на стартер и на основное ризотто с гребешками. А пить мы будем альбаринио или верминтино. Или, может быть, ты предпочитаешь бургонблан? Воду. Воду. А что так? Детокс-диета? Нет? Интересно. Тогда расскажи себе, кто ты, чем занимаешься по жизни, это модель. Нет, был блогер. Меня нет в соцсетях. Да ладно. Что за жизнь без лайков-то, а? Ну, ты, кажется, тоже не очень похож на того, кто ест, моется и занимается спортом в прямом эфире. Хорошо. Хорошо. Тогда удиви меня еще чем-нибудь. Какая цель в жизни? Это допрос? Нет, просто разговор. Интересно. Знаешь, у меня есть две подруги, очень похожи на тебя. Так вот, у одной из них главная цель в жизни это сделать себе сиськи, а у второй свалить в Монако. Ты чего хочешь? В туалет. Очень хочу в туалет, а то как-то отташнивает. Вот козлина. Пардон, это вы мне? Да Тимур этот козлина издевается надо мной целыми днями. Значит так, по доброй воле он мне приглашение не отдаст. Давай как-то по-другому договариваться. Ну уж нет. Сделка есть сделка. Но если вы готовы слушать мои советы, то у вас все получится. Попробуйте выбить его из привычной системы координат. Сделайте что-нибудь, чего он не ожидает. Мне нужны деньги на подарок подруге. Поможешь? Вот так прям сразу? Зато честно. Уважаю. К тебе или ко мне. Увидишь. Чего мы приперли сюда? Деньги будем зарабатывать. Поехали, мне завтра рано вставать. Никуда я с тобой не поеду. Во-первых, у тебя на меня денег не хватит, а во-вторых, ты не в моем вкусе. Чего? Знаешь что? Эй! Слушай, друг, подыграй, а? Доход пополам. Вот это вот, знаешь? Ага, ну давай. Чего ты стоишь? Деньги собирай. С ума сошла, что ли? Я не буду ничего собирать. Сколько тебе нужно? Давай я дам. Дорогие дамы и господа, мой друг стесняется брать деньги за нашу работу. Поддержите его. Кто чем может? Кто сколько может? Кто там стесняется? Кто еще? Стесняется, да? Окей. Так, ребятки, готовьтесь расставаться с вашими деньгами. Поможем молодым артистам справиться. Ну, ну, ваши деньги. Я требую ваших денег за это прекрасное, превосходное, невосхитительное творчество. Деньги, ваши деньги. Ну, так, чтобы потом стесняется. Я смотрю, неплохо. Может мне профессию сменить? Ну, на куклу в самый раз. У тебя подруга в куклы играет? Она в школе учится. А откуда у тебя малолетняя подруга? Из детдома. Ты детдомовская, что ли? Да нет, ты чего? У меня полный комплект предков. Просто знаешь, как это бывает в богатых семьях? Никому до меня не было дела. А няня вела уроки рисования в детском доме. Часто меня с собой брала. А вот там я с Танькой и познакомилась. И тогда было три. Очень шмясно разговаривала. Ясно. Гипертрофированный материнский инстинкт. Секса не будет? Нет. Ладно. Но ты не знаешь, что теряешь. Понятно? А мы еще увидимся. Не думаю. Работы много. Некогда с тобой песни лить. Ну тогда это ты не знаешь, что теряешь. Можно ехать и днем у тебя на прощание? Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Здорово. Боже ты мой. Как все запущено. Да. Но в чем проблема? Мне даже страшно, что вы задаете такие вопросы. Милая, вы серьезно собрались ловить наследника миллионов? Слушай, что ты вообще сюда приперся, а? Стоп. А откуда у тебя мой адрес? Ты что, следил за мной? Извращенец. Да. Одевайтесь. Я накормлю вас нормальным завтраком. Заодно расскажу, зачем заехал. Значит, омлет с беконом, тосты с сыром, блинчики с малиной, большой милкшейк, мороженое. Это я себе. Аппетит у вас однако. Да, не завидуюсь, что не съем, заберу с собой. Девушке то, что она заказала, а мне будьте добры, чашечку черного кофе. Спасибо. Ну что, Купидон, не сработали твои советы? Не видать тебе приглашения. Кстати, нафига оно тебе нужно, что мало приличных тусовок в городе? Дела не в тусовках, как вы выразились, а в том, что отец Тимура собирается выпустить в свет некий медицинский прибор, который может показывать своему хозяину давление, пульс, уровень сахара и даже делать экспресс-анализ крови. Он диагностирует огромное количество заболеваний и записывает все эти данные в некую электронную медицинскую карту. Угу, прикольно, наверное. Прикольно? А теперь представьте, что у вас есть доступ к этим данным, и вы можете их изменить. Например, вы знаете, что у человека диабет, и подделываете данные о сахаре. Врач выписывает неправильную дозу инсулина, и все. Нет человека. А сам врач сахар не проверит? А вы часто проверяете то, что показывает вам ваш телефон? Ну, например, погода, пробки на дорогах, котировки валют, остаток на счету. Ну, нет, зачем? Вот. Мы привыкли доверять гаджетам больше, чем людям. Тем более, если прибор сам делает экспресс-анализ крови, у вас нет повода ему не верить. Подожди. Ты что, собрался с помощью этого прибора кого-то? Того? Наоборот. Я хочу помешать выходу этого прибора. А для этого нужно изменить программное обеспечение. Сделать дистанционно это невозможно. Вы теперь понимаете, зачем нужно это приглашение? Понимаю. А толку-то? Тимур мне его по доброй воле не даст. С моей помощью даст. Фокусник на полставки. Можно и так сказать. Богатого жениха хотите? Очень хочу. Только я не такая дура, какой ты меня считаешь. Это его. Я вас недооценивал. А то. Как рыбки? Едет. Как ты вечер вывел? Я тебе дозвониться не мог. Да я телефон посеял. Думаю отследить. В телефоне хоть ничего лишнего не было? Не. Только парочка фоток от подружек. Слушай, зачем ты такое хранишь? Вдруг кто-то Вике сольет? Вика в прошлом. В смысле? А ее отец? Он тоже в прошлом. Папа, зачем он нам? Слушай, не дури и помирись с Викой. Отец ее в настоящем. Он должен лоббировать наши интересы на мировом рынке. Мне проблемы не нужны. Папа, ну вот ты сейчас серьезно. Ты хочешь доверить мне управление компанией? И не можешь доверить выбор подружке? Да, именно так. Готов? Добрый день, господа. Итак, точки на карте – это активированные браслеты. Можно узнать, кому именно они принадлежат? Да, это медицинский прибор. Его можно будет получить у лечащего врача после регистрации. Все данные о владельцах будут вводиться в специальные базы данных, к которым разработчики имеют, конечно же, полный доступ. У владельца этого браслета с вероятностью 99% в онкологии. Забиты сердечные сосуды. Это вызывает онемение конечностей, боль в желудке и в груди. Вот предполагаемое медицинское назначение. Нас интересуют все возможности браслета. Давайте, например, выберем кого-то здорового. Женщина 45 лет, здорова, небольшая гипогликемия. Наверняка сидит на диете, как моя жена. Сейчас мы немного ее подкорректируем. Делаем давление 220 на 140, частота пульса 120. И она, ее лечащий врач, сейчас получит тревожный сигнал. Врач выпишет ей нужные препараты. А если повезут на осмотр в клинику? Браслет подстраивается под частотой всех широко используемых клинических аппаратов. Ну и может менять их значение. То есть прибор может изменять показания диагностических приборов? Совершенно верно. Ну что, я предлагаю обсудить детали аванса. Ну, если вам, конечно же, это понравилось. Вначале несколько вопросов. Программу легко взломать. Изменения может вносить лишь тот, на чей компьютер установлена программа-эмулятор. Но именно она записана на флешке. Программу легко взломать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, что ты скажешь Да, я нашла твой телефон, только я сейчас занята, я тебе потом перезвоню, ладно? Ладно Отвези меня домой Служба безопасности Тимура уже собирает о вас информацию Вам нельзя приближаться к вашему жилищу, раз уж вы назвались дочерью богатого отца Да, точно А где же я жить буду? Может найдешь у меня богатого папик? Уже нашел Это я Спокойно У меня все только по обоюдному согласию У вас будет своя комната Хоть поживете по-человечески Вещи-то можно забрать? Ни в коем случае Ваши вещи пригодны только для того, чтобы облить их бензином и сжечь Так что, моя прекрасная леди, вам предстоит стать другим человеком Добрый день Здравствуйте, Виолетта Виолетта, отлично Только вы можете мне помочь Из этой девушки нужно сделать очаровательную леди Да, конечно Так, шмутки я себе сама выберу Вот Неплохо Я опасался леопардовых расцветок Или, не дай бог, розовых страусиных перьев Такое мне никогда не нравилось Неужели? И все же Слишком радикально Боюсь, мы нашего друга отпугнем Попробуйте вот это Ну и что это за стиль, прощай, молодость Примерьте Виолетта, потребуются каблуки Тридцать седьмой размер Восьмой Сейчас принесу На шпильке неудобно Если научиться ходить правильно То удобно Пойдемте Виолетта, скажите, а вы давно здесь работаете? Нет Просто я не припомню таких очаровательных сотрудниц, как вы Спасибо Не надо Она сама Эвелина Сергеевна У вас произошел гипертонический криз Да все нормально Я просто писка этого испугалась И все Этот писк Сигнализировал о том, что у вас повысилось давление Вас нужно госпитализировать Я никуда не поеду Вы просто выпишите У меня лекарство и все Я-то выпишу Только это не решение Я настаиваю на обследовании Мам Мам, что-то случилось? Все хорошо, сынок, успокойся Да, именно поэтому здесь Кира Михайловна Что произошло? У вашей мамы был гипертонический криз А вы со всеми делитесь диагнозами, да? Я попрошу Бориса сменить врача Это из-за диеты? Нет Диета обыкновенно понижает давление Ваш сын имеет право знать правду А я сама расскажу, если посчитаю нужно Мам, ничего ты не расскажешь Будешь молчать до последнего Разберите, в чем проблема Обязательно Я выписала медикаменты Здесь расписала дозировку В случае повтора вызывайте скорую Вот, ты видишь А, ушла, даже не попрощалась Тим А? Я сама разберусь со своим здоровьем Поверю, все хорошо, все в порядке Правда Правда? Да Давай вместе разберемся Хорошо, хорошо Давай разберемся вместе Давай Я тебя очень-очень люблю И я тебя Как я велена Прекрасно Скачки давления без причины Но признак раннего климакса Но это нормально в ее возрасте Это зачем так? Как? Ну это же, это же физиология Я скоро за мной начну ревновать к пустому месту Есть только внимание А я все жду, когда я уеду на Сицилию А я все жду, когда я уеду на Сицилию Тимур Борисович, ваш телефон остановился в этом треугольнике Там три дома И что там? Небольшой элитный поселок Жители одного из домов живут в Европе Во втором молодая семейная пара А в третьем кто? Ян Петрович Тепляков Бизнесмен У него есть дочь лет двадцати Зовут Алиса Но она проживает в Америке Ваш телефон заблокировать? Нет, нет Не нужно Кажется, кто-то решил поиграть Телефон вернул? С Викой помирился? Нет 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 Ты даже не думай, ни с кем там шашни крутить Эта презентация Или делай это незаметно А давай ты не будешь меня учить Это же ты домой любовницу привел Ты о чем? О Кире Что? Такая страсть нахнула Не твое дело Это моя дочь Алиса Она живет в Штатах И к счастью в соцсетях особо не светилась На время вы станете ей А Тимуру скажете, что поменяли имя? Да легко Алиса воспитанная девочка И чтобы сыграть ее роль, вам придется многому научиться Ну я себя тоже не на помойке нашла Охотно верю Но для начала Уберите, пожалуйста, ноги со стола Перестаньте чесаться, как будто бы у вас завелась колония блох И не грызите ногти Это как минимум не привлекательно Я обратил внимание, что вкус у вас не дурной Осмелюсь предположить, что это врожденная Осанка В детстве был или балет, или гимнастика Значит, вами занимались Кто у нас папа и мама? Родители погибли Меня воспитывала бабушка Тоже умерла недавно Допустим Могу я попросить вас сервировать стол Только по всем правилам Там еще что, какие-то правила есть? Конечно И за каждую допущенную вами ошибку Вы прочитаете книгу, посмотрите фильм Или послушаете альбом На мой выбор А если я справлюсь? В этом случае я выполню любое ваше желание Замет она Я накрыла Будьте добры, дайте мне подставку под горячее А теперь сделайте, пожалуйста, все нормально Большие тарелки для основного блюда Вилка Это парный предмет, она всегда идет с ножом Так, маленькие тарелки под салат И про салфетки не забудьте Мы что, напрямую английской королевы Милая моя, если вы сами не будете считать себя королевой То и никто не будет Меня дождитесь, пожалуйста Последний штрих А это еще зачем? Вы должны научиться создавать атмосферу Которой не захочет лишиться ни один мужчина Девушки из окружения Тимура Так же, как и моя дочь Никогда бы не стали ковыряться вилкой в салате Более того Для них пользоваться ножом Так же естественно, как и душ два раза в день Я наелась Отлично Дождитесь, когда я закончу А потом сервируйте себе чай, а мне кофе А что, они по-разному сервируются? Ну, естественно Вы что, не знали? Это же азы Неужели вашим родителям на вас было так плевать? Ну, нет Я тебе покажу, азы Давай сюда свой список Он уже у вас в телефоне Тридцать книг? Да И первые две мы обсудим уже завтра Завтра А ничего, что месяца не хватит их прочесть? А у вас нет этого месяца Презентация слишком скоро А, ну зачем мне все это знать? Чтобы уметь поддерживать элементарную беседу А, ну зачем мне все это делать? Помидоры нужно нарезать тонкими кружочками Сыр моцарелла лучше брать в рассоле Моцарелла, рекомендую брать в рассоле Кусочек обычного сыра, за счастье А, ой! В хороших ресторанах к рыбе подается рыбный нож При его отсутствии подаются две вилки Жрите, дорогие гости, не обляпайтесь! Субботники Вы делаете успехи. Что у нас на обед? На стартер у нас салат. Хорошо. Что вы скажете о великом Гадзби? Скажу, что книга мне понравилась больше фильма. А как же милашка Ди Каприо? Ди Каприо хозяин жизни, а вот Гадзби не до конца уверен в себе. Поэтому Дэзи выбрала своего мужа, а не его. Очень интересно. Позвольте пригласить вас на танец. Ты вот не видишь себя со стороны, а ты – настоящее смертельное оружие. А ты перестал меня выкатить? Давно пора. А я приготовила ризотто. Давай лучше посмотрим фильм. Хорошо. Уговори меня на ризотто. Ну, ты же сказал, что не хочешь. Мало ли чего я не хочу. Добейся своего. Ты должна заставить Тимура плясать под свою дедку. Тимур, мне кажется, наши отношения зашли в тупик. Нам нужно одними поработать. А если над отношениями нужно работать, то это уже не отношения, а насилие. Мой психотерапевт считает, что ты – перверзный нарцисс, а я – пограничник. И что это созависимость, которую очень сложно разорвать. Милая, я не могу тебе в этом помочь. Нет, я не об этом. Просто я уже прохожу терапию, и тебе она тоже нужна. Я сам решаю, что мне нужно, а что нет. И заставлять меня не стоит. Радости тебе это не принесет. Я зарегистрировал тебя на сайте знакомств. Будем учиться добиваться от мужчин желаемого. Давай начнем вот с этого, например, во всех отношениях прекрасного мужчины. Посмотри, что тебе в нем нравится. Мне в нем ничего не нравится. Он страшил. Не страшила, а мужчина не в моем вкусе. И все же, присмотрись, в каждом можно найти что-то хорошее. Запомни, ты должно быть искренне, люди чувствуют фальшь. И еще, они инстинктивно симпатизируют тем, кто в них заинтересован. Чтобы понравиться, сделай комплимент. Ясно. Ты похож на Брюса Уэллиса. Молодец. Привет, красотка. Спасибо и расскажи о себе. Подожди, задай ему встречный вопрос. Спроси, кто он и начни с ним разговаривать о детстве. А нафига мне это? Воспоминания о детстве сближают собеседников. Магическая тема. А ты мне расскажешь о своем детстве? М? Нет. Это сделает меня уязвимым. Мам, тебе нужно нормально поесть. Я больше не хочу. Я наелась. И вообще мне нужно в спортзал. У тебя был гипертонический кризис. Одному это уже взрослый человек, я могу тебе сказать. Мне кажется, что у Бориса кто-то появился. Мам, ну, что за глупости, ну, даже, заметь, я говорю даже, даже если у него кто-то появился, ну что, из-за этого себя теперь гробить? А если он меня бросит? Ведь общих детей у нас нет, а вокруг полно молодых, красивых девчонок. Мамуль, же если вдруг вы с Борисом разведетесь, у тебя все равно есть я. Ну, только ты не Борис. Да. Ты права, я не Борис. Именно поэтому я сейчас поеду исполнять его поручение, а ты, пожалуйста, если вдруг станет хуже, звони и не делай глупостей. Не, не, подожди, стой. Ты меня неправильно понял, я не то хотела сказать. Не обижайся, Тим. Ладно, мам, все ты правильно сказала. Я поеду. Подожди, стой. А как Рика? Я ее очень давно не видела. Почему? Нормально, Рика, в порядке. Папа ее тоже в порядке. Тим, пообещай мне, что ты никогда не женишься по расчету. Только по любви и хорошо. Мам, ну ты о чем? Я же тебе говорил, у нас с Викой все хорошо. А сегодня утром, когда ты проснулся, ты думала о ней? Нет, мам, я думал не о ней. Алло, Ань, привет, это Тимур. Можем встретиться? Конечно, я планировала устроить пикник в парке. Присоединяйся. У меня времени мало. Но я не буду тебя задерживать. Разве что ты сам захочешь задержаться. Хорошо, до встречи. Уверен? Да. А ты? Конечно. Танюша, у нас для тебя есть подарочек. Надеемся, тебе понравится. Открывай. Танюша, мы надеемся, что ты скажешь «да». Открывай дальше. Ты станешь нашей доченькой и переедешь с нами в Америку. Время пришло. Танюш, что-то не так? Вы же говорили, мы на каникулы в Диснейленд едем. А не навсегда. Танюш, за последнюю неделю все поменялось. Мне предложили работу. Танечка, у тебя будет частная школа. Своя комната. Ты наконец-то начнешь заниматься верховой ездой. Ну, ты же так об этом мечтала, Танюш. Ну? Тань, ты куда? Таня! 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 Так... Одну минуту. Алло, Боря. Быстро к Эвелине вызывай скорую. Я выезжаю. Да, и ничего не давай из того, что я прописала. Слышишь? Ух ты! А при таком свете ты симпатичная. У тебя очень красивые глаза. Я тебя сразу не разглядела. Я, кажется, тебя тоже не рассмотрел. Если нет времени, я не настаиваю. Но если есть пара минут, может, выпьем по бокальчику? Да. Как твои дела? Выглядишь уставшим? Я организовываю одно мероприятие. Будет много гостей и нужно многое участие. Ух ты! Спасибо. Прям работа суперагента. Ты об этом мечтал все детство? Нет. Я мечтал быть ветеринаром. Да ты что? Я тоже. Вы прости. Я ж тебя задерживаю. У тебя мало времени. Ну, пара минут еще найдется. Тогда расскажи о своей работе. Ну, если это не секрет. Наша компания выпускает на рынок уникальное устройство. Мы ожидаем, что оно будет таким же популярным, как и смартфоны. Ничего себе. А что это? Если коротко, то это мобильный доктор. Подробности рассказать не могу. Скоро презентация, поэтому я в таком цикленте. И ты все самостоятельно организовываешь? Нет. Ну, а контролирую все я. И, если честно, нет времени даже пригласить девушку на прием. Прости, пожалуйста. Да, Танюша? Что случилось? Кого украсть? Подожди, где ты? Я сейчас приеду. Успокойся, пожалуйста. Ты можешь отвезти меня к Таню? Ты твоя подруга? Что случилось? По дороге расскажу. Что с ней было перед этим? Я не знаю. Я нашел жену без сознания. Вы заберете ее? В реанимацию бесполезно. Остановка сердца. Откуда у нее браслет? Я отдала. А что это такое? Памятное украшение. Мы были у Айцеховского. Флешка с программой эмулятором на первом этаже в сейфе. Что она делает? Я должен знать, ради чего рискую. Иначе я рисковать не стану. Скажем так, владелец флешки может делать с программой все то же, что я разработчик. Но, Ян Петрович... Конечно, конечно. Я же себе не враг. Мне эта флешка не нужна. Где именно? Вот здесь. Да. Да. Жаль. Все на виду. А Вайцеховский не дурак. Поэтому мы к вам обратились, Ян Петрович. Дорогие друзья, мне очень льстит оказанное доверие и высокая оценка моих способностей, но данный проект требует другой спецификации. А я отошел от дела. Угу. Ян Петрович, не скромничайте, вы справитесь. И все же. Я человек маленький, играю в свое удовольствие, никому вреда не приношу. И не хотелось бы снова начинать. Как проходит подготовка? Что за люди такие черствые? Приглашение практически у меня в кармане. Я пройду на презентацию официально, ни у кого это не вызовет подозрения. Дальше дело техники. А посему я хочу попросить вас об авансе. Уверяю вас, у вас это не затруднит. Мне нужна информация о некой Анне Тесифоновой. Так что все-таки случилось? Таня на приемные родители решили ее навсегда в Америку увезти. Ну, нормальная практика для сиротки. Радовалась бы. Чего она сбежала? Она со мной жить хочет. И что, ты ей это пообещала? Да. Как только я смогу, я ее удочерю. Я прям вижу твое стремление. Караоке в ночных клубах, пикники в парке. Будь добр, не говори о том, чего не знаешь. Слушай, ты для нее вожак. В смысле, что она поэтому и бегает за тобой, как пришитая. Люди те же животные. Просто у детей вожаки это родители. У нее ты. Проблема в том, что ты еще не готова. Ты слишком молодая, безответственная. Таня не животные, а мой друг. И вообще люди не животные. Ну так, вдруг ты не в курсе. Ты так думаешь? Если тебе приятно считать себя животным, то пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Но лично я человек, Таня тоже. И на этом наша дискуссия окончена. Ты что, обиделась? Ну прости. Танюха. А это кто такой? А это... неважно. Спасибо, что помог. Может вас домой подвезти? У тебя же нет времени. Я успею. Поехали. А куда мы едем? Увидишь, тебе понравится. Пойдем. Она выпила в два раза больше. Это могло понизить давление. Зачем, не знаю. Вообще странно, как вот этот Крис. Она гипотоника, а давление поднялось до двести двадцати. Борь, Борь, я все сделала правильно. Но при таких показателях... Шшш... Борь... Борь, ну почему ты молчишь? Я что-то сделала не так? Какого черта ты дала браслет Евелине? Кто тебя просил? Я сказал раздать их фокус-группе! Ну при чем здесь вообще браслет? Я просто подумала, что будет хорошо контролировать ее во время диеты. Да, просто подумала. Это вскрытие покажет, что Евелина принимала препараты, которые ей противопоказаны. И первым, кому придет следствие, это будет ее лечащий врач. Так, подожди, противопоказаны. Но я следовала информации согласно браслету. То есть... То есть браслет показывал неверные данные. Он показывал, что у нее был Крис, а давление было пониженное. Борь, так это ты во всем виновата. Ты убил свою собственную жену своим идиотским браслетом! Слушай, ты должна была делать то, что я тебе сказал! Не смей так разговаривать со мной! И если ты меня не отмажешь, обещай, я сделаю все, что эта чертова презентация сорвется! Ты... Твой браслет-убийца! Все. Все, успокойся. Успокойся. Ты просто устала, тебе нужно отдохнуть. Поспать и отдохнуть. Я разберусь. Ты обещаешь? Ну, конечно. Конечно, да. Я разберусь. Ты оставайся здесь у меня. Кирочка моя. Я вас слушаю. Мне посоветовали вас как опытного гида по Таиланду. Частные экскурсии, сопровождение, индивидуальные услуги. Я не ошибся? Нет. Ну, вот. Это мой младший брат и его жена. Они отправились на хайкинг в Таиланд. Знаете, они такие молодые, рисковые ребята, любители экзотики. Как бы с ними там ничего не случилось. Хотелось бы, чтобы они развеялись, попутешествовали. Возможно, им так понравится страна, что они захотят остаться там подольше. Не волнуйтесь. Все, кто с нами сотрудничают, домой не возвращаются. Ну, я не это имел в виду. Поймите, мне нужно только время. Вы ведь сделаете все аккуратно? Вы сомневаетесь? Да нет, конечно же. Не переживайте. Все будет хорошо. Тимура без меня в дом не пускать, ничего ему о матери не говорить. Ну, как же? Сейчас ездим вместе по одному важному делу. Да, конечно. Так, выпрыгиваем. Анечка, а что случилось? Папа, знакомься, это Тимур. Тимур, знакомься, это мой папа. А мы уже имели удовольствие познакомиться в ночном клубе. Вот видишь, я был прав. Принц. Еще и на белом коне. Надо же. Действительно, папа. Я поеду. Спасибо. Вот только не начинай, я тебе все объясню. Пойдем. Так, Аня, пожалуйста. Очень подробно расскажи мне, о чем вы говорили с Тимуром. Да не о чем рассказывать. Ну, о презентации. О том, что у него мало времени, что он не успевает никого на него пригласить. И? И все. Дальше мне позвонила Таня, я попросила меня отвезти к ней. Все. Вот. Вот мы переходим ко второй части. Кто такая Таня? Таня – это моя лучшая подруга. А родители у твоей лучшей подруги есть? Нет. Она из детдома. Прекрасно. То есть ты украла ребенка из детдома? Нет. Она сама сбежала. Слушай, а можно Таня поживет у нас немного? Ты же не против? Правда? Нет. Нет, конечно, нет. Пускай живет. Только ты позвонишь в детдом, скажешь, что она у тебя и с ней все в порядке. Уладишь все эти маленькие формальности. Не хватало мне еще обвинения в краже ребенка. Конечно, я все сделаю. Сейчас. Да. Пусть примет душ, не трогает мои вещи, я скоро вернусь. – Добрый день. – Добрый день. – Добрый день. – Я муж покойной Юлии Новоцеховской. Вот заявление, что я против вскрытия паралегозным соображениям. Я уважаю ваши чувства, но боюсь, это невозможно. Дело в том, что в отчете врачей скорой указано то, что смерть наступила в результате передозировки или несовместимости лекарственных препаратов. В этом случае вскрытие обязательно. Вы меня не поняли. Вскрытия не будет. Вы просто отдадите справку о том, что она умерла от инфаркта. Моя покойная супруга, она жаловалась на сердце, но к врачам идти не желала. Максимка это может подтвердить. Максимка? Ваш сын. Я его видел полчаса назад. Такой славный мальчик. Делайте так, чтобы он пару месяцев на работе не появлялся. А какие ко мне вопросы? Это не от меня ребенок сбежал и не я ее обманула. Тоже мне. Говорили на каникулы и решили навсегда в Америку увезти. Ладно, давайте так. Таня вам завтра позвонит и сама все объяснит. Хорошо? Договорились. Всего хорошего. Ну и что я им скажу? Правду. Что испугалась и не захотела от меня уезжать. Я про тебя говорила. Они мне сказали, что они знают, на что ты рассчитываешь. И что ты им ответила? Ну, что ты побежишь дракона, разбогатеешь, будешь жить во дворце и заберешь меня к себе. Угу. Кстати, как ты на драконе? Лучше всех. Но ведь ты что-то уже делаешь? Я пыталась его убить, но у меня ничего не получилось. Что же делать? Я попытаюсь еще раз пробраться к нему в дом. Увидела бы ты его целая крепость с кучей охраны камер и системой распознавания лиц. А этот мужик, он кто? Это Ян. Он... Учит меня тому, как пробраться в логово дракона. Он что, прекрасно ты? Не знаю. Но он мне помогает, а это сейчас самое главное. Кстати, для него и Аня не спали меня. Добрый день, господа. Приятно иметь дело с такими оперативными людьми. Добрый день, Ян Петрович. Нет, вы сначала расскажите, зачем вам понадобилась племянница Войцеховского. Ян Петрович. Ювелина умерла от инфаркта. Твоей вины в этом нет. Прекрасно, Борь. Ну, теперь ты можешь спокойно на меня жениться. И никто тебя ничем не обвинит. Радая, а меня бы и так никто не обвинил. С чего бы? Ну... Ну вот, к примеру, я. Я могла бы случайно рассказать о том, каким загадочным образом твой чудо-браслет повлиял на смерть твоей жены. М? Ведь ты один знаешь, на что способна эта вещица. Вскрытия не будет, да? Кира, я хочу, чтобы ты мне помогла на презентации браслета. Пора представить тебя широкой общественности. Да? В качестве кого? Ну, пока в качестве личного врача. Но это первый шаг. Угу. Ну, и что мне надо будет делать? Выступить в качестве прекрасной модели. Я хочу на тебе показать, как работает браслет. Класс. А потом ты меня убьешь, как я в Элину, да? Ну? Ну что ты, родная, ты же единственный близкий мне человек. Смотри, я ставлю одну на другую. Потому что маленькая для салата, а большая для основного блюда. А что, с одной нельзя, что ли? И мыть меньше. Нет, хитрюга, нельзя. Добрый вечер, очаровательные леди. Ух ты. Держи. Детеныш, это тебе. Спасибо. Иди в комнате поиграй. Давай, давай, давай. Это мне? Разумеется. Спасибо. Что, у нас праздник какой-то? Да. Будем праздновать окончание твоего обучения. Что, уже? Ты думаешь, я готова? Я сам поражен. За такое короткое время потрясающий результат. Ты талантливая ученица. Так хорошо все обставила. Снимаю шляпу. Ты о чем? Я о том, что Тимур на крючке. Мне кажется, он уже готов отдать тебе приглашение. И за это я хочу тебя отблагодарить. Знаешь, как учила моя бабуля? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А я уверен, что ты сделаешь все возможное, чтобы достать это приглашение. Я в тебя верю. Ну, если ты настаиваешь. Ты невероятно красивая. Ты невероятно красивая. Тимур будет полным идиотом, если откажется от такой девушки. Мне сегодня пришлось сыграть свою лучшую роль, когда я пыталась найти в нем хоть что-то хорошее. Но... А я тебе нравлюсь. А я тебе нравлюсь. Но самое сложное – защитить человека от себя самого. Ты не переживай, я не сделаю себе ничего плохого. Ты мне очень напоминаешь меня. Я тоже раньше так думал. Я был уверен, что я сильнее, умнее, быстрее всех этих власть имущих, серьезных, взрослых людей. И что же произошло? Я оказался в тюрьме. Потому что зло всегда наказуемо. Если есть хоть малейшая возможность его не совершать, не надо этого делать. Но иногда у человека просто нет выбора. Выбор всегда есть. Хочешь – улетим – выбирай. Теплые страны. Туманная Исландия. Не хочу. У меня здесь хорошо. И вообще-то у меня еще дела есть. Нет у тебя никаких дел. Нет у тебя здесь никаких дел. Твой план – это идиотизм, понимаешь? А что ты вообще знаешь о нем? Я знаю, что ты маленькая глупенькая девочка. Которая о жизни знает только, может быть, из раскрасок. Ну, максимум мультики смотрела. Ты дурочка, понимаешь? Сам дурак! Я тебе сказал – в комнате. Поиграй, пожалуйста. Так, а ну-ка убери от нее руки. Это часть твоего гениального плана, да? Вот это? А ты думаешь, ты самый умный? Играешь людьми, как игрушками. Здесь мы переделываем, тут не доделываем. А там едим тесью вилками. Таня, пойдем. Таня, ты куда туда? Нельзя! Таня, ты куда туда? Нельзя! Таня, ты куда туда? Нельзя! Таня, ты у него там деньги в столе, я видела! Таня, ты с ума сошла? Ничего не трогай! Отвечка, ну, имперальный этот твой сказал, что ты дурно, что ты жить собираешься. Вообще-то, у меня своя комната есть. А кушать мы что будем? Он же точно испорощенец какой-то. Таких можно брать деньги, это не считается. Я тебе не позволю воровать. Да пошла ты. Таня! Таня! Давай телефон! Зал, о котором вы просите, только по спецзаказу. Таня! Таня! Зал, о котором вы просите, только по спецзаказу. Нужно письмо из министерства. Будет. Тимур Борисович, человек, которого вы отметили, у нас в черном списке. Ну, так, вычеркните его оттуда. Прошу прощения. Да. Алло, Тимур, привет, извини, что отвлекаю, но мне срочно нужна твоя помощь. Ты где? Хорошо, 20 минут я буду. Господа и дамы, прошу прощения, форс-мажор. Продолжим завтра. В качестве компенсации за неудобства пригласите ли нам нашу презентацию. Это муляж. Настоящие браслеты можно будет получить на презентации. До скорой встречи. До свидания, Тимур Борисович. А что снова случилось-то? Танюха с папой поссорилась и сбежала. У нее фишка такая, что ли, бегай туда-сюда? Она от того, что ли? Слушай, прекрати, а? Извини, просто неудачно пошутила. А почему ее папа не поехал искать? Потому что он не хочет, чтобы мы общались. Слушай, там длинная история. Прости, что тебя нагружаю. Реально, больше некого. Что-то ты не похожа на девушку без друзей. Что ты знаешь об одиночестве? Поехали быстрее, а? Быстрее не получится. Пробки в городе. Устанись. Мы закрыты. Вань, это я. Ого, сто лет тебя не видел. Какая же ты красивая стала. Что, осталась в своем театре? А как у бабушки дела? Да все бегает. Марафонщица. У вас-то чего, клуб по интересам, что ли? Одни бегуны. То бабушки, то дети. Если я бегать начну, вы меня в свой клуб возьмете? Будет у тебя альцгеймер, и ты так забегаешь. Сплю, нет? Вообще, она классная бабуля. Матерится так, что у нас автомеханики с ног валятся. Но иногда у нее движок в голове барахлит. Вот она и сбегает. А мы ее по всему городу ищем. Ладно, извини. Так а ты чего, в гости или как? Танюха сбежала. Из дедома, что ли, драпанула? Да нет, от меня. Вот где ее теперь искать? Спрошу у своих. Ну что, в полицию звонит? Да нет, ты что, он бегункам помогает. Ну, тем, кто сбежал из детдома или из семьи. Его все знают. Он, если надо, поможет. Еду найдет, ночлег подскажет, где найти. Из фонда какого-то? Да нет, он двадцать четыре раза из детдома сбегал. Претестовал, что его от бабушки забирают. Нет пока Танюхи твоей на улице. Но если вдруг появится, мне сразу позвонят, я тебя наберу. Я поняла. Хорошо, спасибо тебе. Слушай, а мотик дашь? Уверена? Да. На машине мы в пробках застрянем. Ты его водить вообще увидишь? Поехали. Не боись, Анфиска так водит, что взрослым мужиками не снилось. Сам учил. Анфиска? Так, ты едешь или я одна? Тебе надо курсы открывать по экстремальному похудению. И чего он тебя Анфисой назвал? Творческий псевдоним. Ты уверена, что нам к этим барышням? Думаешь, твоя Танька могла сбежать к проституткам? Не обижай девочек, пожалуйста, ладно? Ну ничего себе, подруга! Мозенька! Откуда вы такие красивые? Это тебе, держи. Спасибо, Физа, ты лучшая. Скажи мне, пожалуйста, ты Таньку не видела ты? Ты что, рановато еще по-моему? Да, просто мы поссорились, а она кроме тебя никого не знает. Слушай, давай так, если она вдруг сюда придет, ты мне маякни, ладно? Да ты что, я тут дурную малолетнюю пинками под зад на тебя допинаю. Лететь у меня будет. Ты что? Так может, это, на кофеечек расскажешь, что там, как там у тебя? Да времени нет, нужно найти ее. Не хочу, чтобы она одна по городу шастала. Ай, да не вопрос. Все. На связи. На связи. Ты ничего мне объяснить не хочешь? Анфиса, бегуньки, проститутки. Давай потом, ладно? Поехали, пожалуйста. Бери. Аня! Анфиса! Как тебя? Открой, не дури, я знаю, что ты там. Открой, я не уйду, пока ты не откроешь. Я тебя не обижу. Ты чего кричишь? Ты на часы смотрел? Завтра со своей шмарой разберешься. Может, ты объяснишь, что мы именно здесь делаем? Этот контактный зоопарк шефствует над нашим детдомом. Таня любит животных, могла здесь спрятаться. Так, стоп. Проститутки, бегунки, контактный зоопарк. Вроде бы приличная девушка из приличной семьи. Или ты мне наврала? Да нет, ну я же тебе говорила, что моя няня преподавала уроки рисования в детдоме. И там я с ребятами познакомилась. Что мне им про своего богатого папу рассказывать? Вот я и сказала, что она меня удочерила, а вообще я сирота. Зачем? Понимаешь, когда у тебя нечего брать, люди начинают видеть тебя, человека, любить тебя. Просто так. Возможно. А Анфиса, это твое настоящее имя? Нет, я в детстве играла в театре, придумывала имена, роли. Скажи, а первый раз ты захотела со мной встретиться, потому что у меня денег много? А ты сам-то как думаешь? Ну, есть у тебя что-то хорошее, кроме денег? Да куча всего. Ну, например. Ну, кроме того, что ты считаешь людей животными, всем транслируешь свой снобизм. Какой снобизм? В чем он проявляется? Да, Мотенька. Задержи ее, я еду. Я еду. Я с тобой. Танюха, ты офигела? Дать бы тебе хорошенечко по одному месту. Мы же тебя всю ночь ищем. Она предательница. Я с ней никуда не поеду. Лучше вообще на улице жить или свалить отсюда. Танюха, ну ладно тебе. Ну, не поняли друг друга, бывает. Прости меня, пожалуйста. Поехали домой, а? Никуда я с тобой не поеду. Со мной поедешь? А ты кто такой? Ну, давай скажем так. Я человек, который хочет тебе кое-что показывать. А если тебе не понравится, то я тебе денег на дорогу дам. Ты офигел? Ну, что скажешь? Ладно. Только эта поедет с нами. Хорошо. Только мотоцикл нужно вернуть. Поедем на моей машине. Ехать далеко. Ты смотри, какой герой, а? Сама в шоке. Получишь ты его с бородкой. Слышишь, лякнешь про него что-нибудь? Я тебя на север к медведям отправлю. Поняла? Поняла, не дура. Ой, ну не теряйся. Спасибо тебе огромное. Хорошо. На связи. Здравствуйте. Теур Борисович, доброе утро. Прекрасный Лэй. Простите, что без звонка. Без проблем. Мы всегда вас рады видеть. Я девчонкам покажу? Конечно, прошу. Казбей, привет. Привет, мой хороший. Привет, мой хороший, мой красавец. Как дела? Хорошо все? Феона, ну что такое? Что ты? Что ты, мой хороший? Ну что, мой хороший? Это приют для собак. Я здесь волонтерю. Когда время есть, стресс снимаю, так сказать. Никами им помогаю. Свою собаку я, кстати, здесь сделал. Ты правильно пришла. Привет, Аркаша. Иди сюда. Иди. Иди сюда, мой хороший. Знакомься. Это Аркаша. Породистый домашний пес. Ну, он то ли сбежал, то ли потерялся на улице. Какие-то уроды решили над ним поиздеваться и состригли с него всю шерсть. Две лапы сломали. Он ходить не мог. При смерти был, когда его волонтеры нашли. Теперь Аркадий у нас больше всего ждет, что кто-нибудь его заберет к себе домой. Да, Аркаша? Бедный, бедная Аркашенька. Жалко, что не могу тебя никуда забрать. А остальные клетки почему пустые? Эти собаки умерли? Эти собаки счастливцы. Их уже кто-то забрал. И поверь мне ты. Они бы ни за что на свете не захотели возвращаться обратно. Как я люблю животных. Они для меня как люди. Даже лучше. Вот и я говорю. Люди и животные похожи. Только твоя подруга не хочет в это верить. Понимаешь, Таня, если ты сбежишь, то, к сожалению, с тобой может случиться то же самое, что и с Аркаша на улице. Может даже хуже. Но я же не какая-то беззащитная собачка. Нет, конечно, нет. Люди другой под вид. Они более жестокие. Но все-таки что-то общее между нами есть. Мы чувствуем одно и то же. Например, моя собака. Предыдущий хозяин держал ее на цепи на даче. Сам приезжал на выходные. Потом хозяин умер. А она все ждала, что ее кто-то заберет. Хорошо, что соседи спохватились и освободили ее. А потом ее забрал ты? Да, я ее сразу выбрал. Потому что понимал, что она чувствует. Ты что, экстра... Экстрасенс. Нет, просто с семи лет я жил и учился в дорогой британской школе. Как детский дом, только за очень большие деньги. Богатая сдает своих детей в интернет? Но зачем? Родители хотели, чтобы я получил престижное образование. Иногда приезжали ко мне, когда были по делам в Лондоне. Но никогда не забирали домой на каникулы. Почему? Я не спрашивал. Не хотел слышать ответы. И долго ты там прожил? Десять лет. И все это время я ожидал, что меня кто-нибудь заберет. Что мама будет готовить мне завтраки, спрашивать, какие дела. Ты же тоже об этом мечтаешь? Можешь не говорить, я знаю. А еще я знаю, что такое плакать в подушку и маму звать. Я в детстве больше всего маму любил. Да и сейчас люблю. Просто она не могла обо мне заботиться. Как и твоя подруга не может заботиться о тебе. Но знаешь что? Что? Лет тринадцать я понял, что если ко мне приедет чужой человек и скажет, поехали, я забираю тебя домой, я бы поехал. И даже смог бы его полюбить. Так вот ты знаешь, а вдруг он плохой? Плохой человек никогда не сможет заботиться ни о чужих детях, ни о собаках. Понимаешь? Я считаю, что тебе повезло. Есть люди, которые готовы тебя любить. Которые хотят подарить тебе семью. Это то, о чем мечтает каждая живое существует на этой планете. Но если тебе больше нравится сбегать, плакать, то однажды ты можешь стать как одна из этих собак, которых никто не забирает. Вы отвезете меня к Оксане с Пашей? Но они, наверное, на меня обиделись. Я думаю, они тебя уже простили. Я думаю, они тебя уже простили. Танюша, прости. Прости. Ладно. Мы надеялись, что ты обрадуешься. Мы хотели как лучше, Танюша. Вы, наверное, Анфиса, Таня очень много рассказывала. И Оксану очень приятно. Мы обещаем, что сделаем все возможное, чтобы Тане с нами было хорошо. А если ей все-таки не понравится, она в любой момент может к вам вернуться. Скажите, почему Таня? В детдоме полно маленьких детей. Таня уже взрослая. У нее сформированный характер. Я вам скажу честно. Таня очень похожа на мою младшую сестру, которую я потеряла. Я ее любила больше всего на свете. Именно поэтому к Танечке так быстро и привязалась. Анфиса, вы не подумайте, что мы хвастаемся или давим, но мы действительно можем дать Тане хорошую достойную жизнь. А вам девочку сейчас все равно никто не отдаст. Неужели вы думаете, что ожидание в детдоме для нее будет лучше? Я понимаю. Я же тебя не бросаю. Правда? Если я улечу, ты же меня не забудешь? Нет, конечно. Ты же сам. Более того, как только у меня появится возможность, я обязательно к тебе прилечу. Услышишь? А пока ты же знаешь. Да. Дракон же. Да погоди ты. Ну ты же видела, они нормальные и порядочные люди. Успокойся. Таня с ней не будет хорошо. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Кира Михайловна. Но вы можете называть меня просто. Кира Войцеховская. Ну что ж, понадобится косметолог, будем готовиться к мировой славе. И еще. У меня возникли сложности с Кирой Михайловной. Она в последнее время много на себя берет. Надо как-нибудь ее... Ну ты понимаешь. Тимур, не появлялся? Нет. Ну как, появится, сразу наберешь у меня. Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И отправилась в дом Бориса его убивать? Да, вот такая вот я была идиотка! У меня не было доказательств, что Борис заказал маму с папой! А даже если бы вы были, мне бы никто не поверил! Ладно, баста! Твоя очередь! Зачем тебе приглашение? Один раз я совершил ошибку. Теперь я должен очень серьезным людям. Я могу решить этот вопрос? Но мне нужно достать программное обеспечение изобретения Бориса. А просто расплатиться ты не можешь? Я думала, ты богат. Не настолько. Ну что, будем участвовать в ограблении? Нет. У меня есть план получше. Угу. Мы сбежим от всей этой бесконечной кровной мести. От долгов. И поженимся. Ты выйдешь за меня? Да. Это да? Только не говори, что ты влюбилась в этого гаденыша. Тимур негоденыш. Ну, я же вам повторяю в сотый раз. Мне нужны ваши документы. Паспорт. Амбулаторная карта. Вы издеваетесь? Я просто хочу узнать, от чего умерла моя мать. Я не могу дать вам официальное заключение без всех документов. И вообще, я так к главврачу. Мне официальное не нужно. Я бы вам посоветовала пообщаться с патологоанатомом, но он, к сожалению, уволился. Очень неожиданно. Вы можете мне дать его адрес или какие-нибудь контакты? Пожалуйста. Софочка, быстрый вопрос. У тебя совершенно случайно не осталось контактов Петровского? Ну, который сегодня уволился. Да ты что? Что, даже копий не осталось? А тут один им интересуется. Ну, ясно, спасибо. Жду тебя на обед. Что? Вспарился вместе с домашним адресом? Как-то так. Ушел со скандалом. Отказался отрабатывать две недели. И забрал личное дело. Я даже догадываюсь, почему. Ну, а врачи, которые приезжали на вызов к моей маме, с ними-то можно поговорить? Или они тоже уволились неожиданно? Ну, с этим я помочь могу. Вы приезжали на вызов к женщине Верене Войцеховской. Она при вас умерла? Парень, что ты от меня хочешь? Мы сделали все, что от нас зависело. Но мы не боги, понимаешь? Чего вы нервничаете? Я вас ни в чем не обвиняю. Просто хочу узнать, от чего умирала моя мама. Гипотония. Сердечно-сосудистая недостаточность. Остановка сердца. Массаж не помог. Мы действовали по протоколу. Это может подтвердить ее лечащий врач. Она тоже там была? Да, я спрошу у нее. Обязательно спрошу. Достало это хамское отношение. Паша ж без остановки по две смены. Тебя еще и унижают. А муж этой умерший еще и браслет сточил с ее руки. Думала, что мы украдем. Вы знали погибшую? Кера Михайловна это. Кутема. И сорок второй квартира. Молодая, красивая, врач. Зачем же вот она так из окна-то? Замужем была? Нет. Хотя приезжал к ней несколько раз такой представительный, на дорогой машине, с охранниками. Знаете его? Нет. Может быть видели? Вы знаете, я сейчас ничего не помню. Блондин, принят, ну хоть какие-то приняты. Не помню. Сынок, давай вместо ссор займемся проводами мамы. Похороны, презентация. Я думаю, отменить ее. Не надо, пап. Мы должны провести ее. Ради мамы. Чтоб все не зря. Мудро мыслишь. Конечно, давай. Только у меня к тебе одна просьба есть. Не женись пока что на Кире. Пожалуйста. Ну ты что, сынок? Я и не собирался. Ольга. А, Нафиса? Собралась? Я посмотрю, кто это. Привет. 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 Прости, я забыла вчера тебе кое-что сказать. Вот. Ух ты. На ювелирное украшение не смахивает. Спасибо. Это пригласительный. На нашу презентацию. Ты пойдешь со мной? Конечно. Это и есть ваш мобильный доктор? Нет. Просто пригласительный. Работает только на вход. Настоящие браслеты мы выдадим на презентацию. Странный ты какой-то. Случилось что-то? Мою маму убили. Как убили? Кто? Мой отчим. Отчим. Его арестовали? Нет. Все идеально. Ни одного свидетеля. Живого. Ну, и что дальше? Ты так и будешь спокойно стоять и говорить об этом? Месяц нужно подавать холодный. Слышала такое? В общем, приходи на этот праздник жизни. Будет весело. Подожди, ты что-то задумал? Я уже мальчик взрослый. Со своими проблемами справлюсь. Не переживай. Но ты же понимаешь, что маму не вернуть? Что бы ты ни сделал? А ты понимаешь, что я не могу ничего не делать? Я-то как раз понимаю. Вот и отлично. Увидимся. Надень что-нибудь нарядное и красивое. Для торжества момента. Последний вопрос. Почему я? Потому что сегодня утром я думал только о тебе. Поздравляю. Миссия выполнена. Это приглашение? Но нам ведь оно больше не нужно, ведь так? Нет. Кажется, Тимур сам разберется с Борисом. Борис убил его мать. Подробностей я не знаю. Но я все равно не могу с тобой полететь. Почему? Потому что у меня нет загранпаспорта. Анфиса, малыш, запомни. Запомни, пожалуйста, раз и навсегда. Нет такой проблемы, которую бы я не смог решить ради тебя. Главное, ты не делай глупостей, хорошо? Понимаешь, если я узнал о тебе правду, Тимур тоже ее скоро узнает. И тогда тебе не поздоровится, поверь мне. Тимур Борисович, информация об Алисе Тепляковой. Уничтожь меня тоже не нужно. Вы посмотрели, очень интересно. Алиса долгое время не была дома. Ты как живет в Америке. Пусть в тебе живет. Спасибо. 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 Кейтеринг мы, конечно, обеспечим, но над залом еще нужно поработать. Зеркала уберем, зал оформим в черных тонах и сделаем перестановку. Когда вы собираетесь этим заниматься? Сегодня вечером. Если нужно будет, то закончим завтра утром. Один вопрос. На какую дату переносим презентацию? Мы ничего не переносим. Так еще же 9 дней, и зал будет украшен. Никакой чуши с этими днями. Покойница это ни к чему. Утром попрощаемся, и потом вы восстановите, как было. Борис Иванович, на минутку. Спасибо. Свободно. Тимур Борисович был возле дома Кира. Я решил, что вы должны об этом знать. Когда это было? Уже после. Он ее видел. Значит, посмотрите за Тимуром. Боюсь, что смерть мамы может его подкосить. Тимур Борисович уже уехал из дома. Тогда почему вы еще здесь? Привет. Спасибо, что пришла. Не за что. Что-то случилось? Можно и так сказать. Вот, держи. А что это? Информация о тебе, которая собрала наша служба безопасности. Я не читал. Может быть, ты сама хочешь нам будет мне рассказать? Хочу, но не сейчас. Я очень переживаю за тебя. Я знаю, что такое потерять маму. Откуда? У тебя же полный комплект родителей, ты рассказывала. Есть вещи, о которых очень сложно говорить. И иногда легче соврать. Когда мама умерла, во мне как будто что-то оборвалось. Понимаю. Что случилось? Она погибла. Мы даже попрощаться не успели. Когда похороны? Завтра. Пойти с тобой. Спасибо. Побудем еще немного вместе. Можно? Нужно. Ты чего не спишь? Я все понимаю. Он молодой. Наверное, чем-то привлекательный. Но Тимур твой враг. Он жил в твоем доме. Спал в твоей постели. Вместо тебя он учился в университете. Он занял твое место. Он ни в чем не виновен. У него не было выбора. Ты уже его защищаешь. Пожалуйста, пойми. Ты один раз дашь слабину, и все. Жизнь под откос. Успокойся, пожалуйста. Я просто была у Тани. Давай завтра поговорим. Я очень устал. Ладно, как скажешь. Спокойной ночи. Сладких снов. Эй, это что за шутки? Открой дверь немедленно. Бывают моменты, когда человека нужно защитить от него самого. Что? Ты с ума сошел? Открой дверь! Сигнал мобильной мережи утрачено. Ну вот и славно. Отдохнем от современных технологий. Черт. Связь, связь. Где связь? Черт, вот скотина! Знаешь, мам, я тебя хотел с девушкой познакомить. Только она почему-то сегодня не пришла. Она бы тебе понравилась. Борис Иванович, касательно вашей просьбы. Вчерашний вечер Тимур Борисович провел с некой девушкой Алисой Тепляковой. Ну, или той, которая себя за нее выдает. Так, продолжай. Дочь Яна Петровича Теплякова. В узких кругах известного шулера и вора. Так. Мы уже собрали информацию про эту так называемую Алису. И, между прочим, по просьбе самого Тимура Борисовича. Но только он наотрезы отказался смотреть. И что, Алиса? А вот это же совсем интересно. Алиса Теплякова уже долгое время живет в США. За нее себя выдает вот эта девушка. Вы с ней знакомы? Угу. На Матисифоновое имя было изменено с Анфисовой Цуховской. Ты смотри, упорная, как ее покойный отец. Молодец. Получишь премию в этом месяце. Ну, вы же знаете, всегда рад. Сынок, нужно поговорить. Ты куда? Еще же поминки. Не волнуйся, я к твоей речи успею. Сволочь, я тебя ненавижу! Это скоро пройдет. Ты поймешь, что я был прав. Пожалуйста. Твой паспорт готов. Перекуси и спускайся. Я пока загружу чемоданы в машину. Да, слушаю. Нет, нет, ну что вы. Все уже практически готово. Я же профессионал. Да, конечно. Да, да. Куда это ты собралась? Тихо, 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 тихо. Я просто хочу попрощаться с Таней. Отлично. Давай, отвезу тебя к Тане. Ты когда провела носить с Тимуром, у нее вообще-то девушка была, с которой он встречался больше года. А мужчины редко меняются. Он и с тобой так поступит. Я тебя никогда не предам. Таня, тихо, 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 тихо. Я тебя достала. Таня, тихо, тихо, тихо. Таня, тихо. Анфиса! Аня! Аня, Анфиса… Кто ты, черт возьми, такая, а? У вас пять минут. Какой же он противный? А где твой другой принц? Не знаю, не важно. Важно, я улетаю и должна тебя оставить на надежных руках. Что бы я без тебя делала? Буду вспоминать о тебе каждый день. Это я бы у меня не забываю, ладно? Размечталась, я буду заменить тебя каждый день. И только попробуй мне ответить. Я тебя люблю больше всего на свете, Дуранда. И я тебя. Только ты победи своего дракона, пожалуйста. Обязательно. Уже сегодня. Только… Это тайна. Хорошо. Удачи тебе. Только вот за этого замуж не выходи. Договорились. Танюш, ты не расстраивайся. Вы скоро увидитесь. Завтра позвонишь Анфисе и покажешь ей свою комнату. Хорошо? Вы не волнуйтесь. Мы за ней приглядим. Берегите ее. Всего доброго. До свидания. Ну, что ты плачешь, а? Если эта малявка тебе так важна, взяли бы ее с собой. Правда, мне пришлось бы поселиться в соседнем городе, но… Гостевой брак – это тоже романтично, да? Сняли тему, ладно? Хорошо. Поехали скорее. Самолет ждать не будет. Нужно еще вещи забрать. Я уверен, ты полюбишь Кубу. Сначала я покажу тебе Гаванну, а потом перелетим на острова. Я уже снял шикарный дом с бассейном и прислугой. Поживем как короли. Что ты делаешь? Девушка, встаньте, пожалуйста, Асу. Войдите проехать. Парни, все в порядке? Она просто жутко боится летать. Ну, немного выпила для храбрости. Детка, пойдем. Анфиса, что ты делаешь? Вставай. Вы с ней? Нет, я сама по себе. Я прошу тебя не делать этого. Девушка, пройдемте с нами. Парни, пожалуйста, отпустите ее. У нас через час самолет. Мужчина, идите на посадку. Дура, ты не победишь его! Машина с полицией за углом, чтобы никого не спугнуть. Ребята из лучшего охранного агентства. Как только увидишь этих людей, сразу бери под наблюдение. Девушку, мужчину и Тимура. Задерживать по моей команде. Хорошо. Добрый день. Рада вас видеть. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Простите. Я ожидал, что ты появишься. Прости, что меня не было на похоронах. У меня на то была веская причина. Правда, поверь. Я верю тебе. Я не взяла пригласительный. Это критично? Нет. Я проведу. Девушка со мной. Я должен досмотреть гостя. Правила есть правила, Тимар Борисович. Правила здесь устанавливаю я. Да ладно. Это его работа. Спасибо. Проходите. Я оставлю тебя на минуту. Послушай музыку, хорошо? Выключайте музыку и я выхожу. Понятно? Не беспокойтесь. Мы это все уже три раза отрепетировали. Хорошо. Пап, там тебя спрашивают. Спасибо. Тимур Борисович, не нужно ничего менять, пожалуйста. У нас все уже подготовлено. Ничего не изменится. Просто презентация будет с этого ноутбука. Целью безопасности. По паспорту я Анна. Вы что-то имеете против? Извините, не положено. Послушайте, мы с дочерью перепутали браслеты. Она приехала с моим, а я взял ее. Хотите, уточните, позовите Тимура Борисовича илью. Я могу взглянуть? Да, конечно. Проходите. Спасибо. Приятно, когда окружают понимающие люди. Ян Петрович. Рад видеть, господа. Все по плану? Нам какие-то не хорошие люди сказали, что видели вас сегодня в аэропорту. Вы вроде как хотели улететь в теплые края. Все верно. Официально я уже не в стране. Дамы и господа. Я благодарю вас, что нашли возможность присоединиться к нам. Прежде чем начать, я хотел бы вам представить своего сына Тимура. Он поможет мне провести презентацию. Наверняка вы слышали о горе, постигшем нашу семью. Мы сначала были уверены, что откажемся от презентации, но потом приняли это непростое решение. Мы обязаны подарить миру изобретение, которое сможет спасти миллионы жизней в памяти моей любимой жене и матери моего сына. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодаря специальному приложению он делает экспресс-анализ крови по одной капле. АПЛОДИСМЕНТЫ Борис Иванович, можно вопрос? На все вопросы мы постараемся ответить после презентации. Будет короткий брифинг для прессы. Это нужно знать сейчас. Ваше давление действительно 239 на 238. Позвольте я отвечу на этот вопрос. Давление Бориса Ивановича в полном порядке. А этот небольшой нюанс, о котором папа забыл сообщить. Дело в том, что наш мобильный доктор может не только помогать лечить, но и убить человека. Это выобразно? Нет, буквально. Показатели нашего мобильного доктора можно изменить вручную. И на их основании уже настоящий врач может залечить своего пациента до смерти неверными назначениями. А потом и сам умрет, когда поймет, что сделал. Как, например, это случилось с нашим семейным врачом, с Кирой Михайловной. После смерти моей мамы. Вот видите, дамы и господа, насколько гениально мое изобретение, что даже мой собственный сын идет на лжесвидетельство ради того, чтобы завладеть им. Кстати, в зале находятся его пособники. Некий господин Тепляков, вор, аферист и карточный шулер и моя родная племянница Анфиса, тоже свернувшая на кривую дорожку. Зачем это им? А я расскажу вам. Представьте, какой прекрасный план. Публично очернить меня, придумав эту невероятную легенду. Конечно же, акции нашей компании рухнут, мое имя будет уничтожено, а эта изобретательная троица выкупит мои разработки за копейки. Не верьте ему, он лжет. Почему же? А я скажу, что будет дальше, сынок. Ты объявишь, что разработчики исправили недочеты, сделаешь перезапуск и выпустишь продукт на рынок, собрав миллионы моих денег. Но ты не учел одного. Ты забыл мои уроки. Не деньги. Главное в жизни. Я тебе много раз рассказывал, что в мире есть справедливость. И справедливость торжествует. Не уводите их. Пусть останутся на презентации. Пусть видят, как честный бизнес торжествует. Не держите их. Может, будет это для них уроком. Это же ты убил маму, тварь. Извините нас. Вы пришли на праздник, а видите это. Но мне нечего скрывать от своих гостей. Да, потерявшему жену, мужу, отцу очень сложно слышать это от своего сына. Но я постараюсь простить тебя, сынок. Анфиса, девочка моя, не я ли помогал тебе в жизни? Не я ли протягивал тебе руку помощи? Ну, обними меня. Обними своего дядю. Я верю, что твоя мама, что твой папа, любимый мой брат, они желали бы этого. Так, всем стоять, иначе я выстрелю. А теперь заканчивай свой спектакль и рассказывай всем правду. Ну, ты же не убьешь меня, Анфиса. Ты не способна это сделать. Анфиса. Анфиса. Итак, что произошло? Рассказывайте. Ведь рано или поздно все равно придется. Анна. Я не Анна. Меня зовут Анфиса. Анфиса Войцуховская. Мы уже заходим на второй круг. У вас ничего нет на моего клиента. Ранение Тимура – это несчастный случай в рамках самообороны. А вот на Бориса Ивановича покушалась его собственная племянница. Мой клиент просто пытался защитить присутствующих и себя. Его награждать надо. А за что ваша собственная племянница хотела вас убить? За все хорошее, разумеется. Я предложил ей сто тысяч долларов для старта в жизни, а она пожелала миллионы. Если у вас больше ничего нет, то я пойду. День был очень длинным. Вы свободны. У вас пять минут. Что с Тимуром? Вроде живой. А могла бы сейчас загорать на Кубе. Спасибо, что спас меня. Пожалуйста. В жизни не чувствовал себя большим идиотом. Спасибо, что спас мне жизнь. А ты мне устроила сидячую забастовку на парковке. Вот обратилась бы ко мне, я бы тебе номер пооригинальнее поставил. Не понимаешь. Я не хотела тебя в это впутывать. Я буду ждать тебя там. Надеюсь, однажды ты поймешь. Не думаю, что в ближайшее время я смогу куда-то улететь. Посмотрим. У меня есть основания полагать, что Борис Войцеховский убил мою мать, Авелину Войцеховскую и свою любовницу Киру Михайловну Кутему. Подозрения – это просто слова. Что с доказательством? Врачи, которые пытались откачать мою маму, могут подтвердить, что в момент смерти на ее руке был браслет изобретения Бориса. В ее телефоне сохранились показатели слишком завышенного давления, на основании которых ее врач Кира Михайловна выписала ей не те лекарства. Ну, тогда это вопросы к покойной Кире Михайловне. Преступная халатность. Должна была все перепроверить. Я не договорил. Существует программа управления браслетом. Она фиксирует все изменения, внесенные вручную. Вы увидите, что именно Борис изменил показатели браслета. Именно поэтому врач выписала не те лекарства. И мама умерла. Расскажите подробнее. Все подробности найдете там. Электронный доктор – возможно, главное изобретение в жизни Бориса. Но это точно не его главный бизнес. За эту программу, которая позволяет управлять браслетом и изменять показатели, Борис должен был получить сумму в несколько раз больше. И наличными. Вы понимаете, что можно сделать с помощью этой программы? А что по врачу? Ее смерть квалифицирована как самоубийство. Поговорите с начальником охраны Борисы. Он назовет вам человека, который выбросил Киру из окна. Так прямо назовет? Конечно. После того, как я расскажу вам про пару дел, в которых он лично поучаствовал, я уверен, он захочет посотрудничать со следствием. Ну хорошо, Тимур Борисович. Мы нашли в вашем компьютере программу управления браслетом. Расскажите, пожалуйста, как это работает. Хорошо. Только еще одно. Анфиса Войцеховская не имеет отношения к покушению на Бориса. Это он пытался меня убить и подставить ее. Это очень благородно с вашей стороны. Но у вашей подруги был пистолет незарегистрированный. Это мой пистолет. Конфессия, он попал случайно. Не трогайте ее. Она меня спасала. У нас другая информация. Хорошо. Только вы подумайте. Кого вам важнее посадить? Человека, который хотел намутить на человеческих жизнях миллионы? Или девочку из детдома? Решайте. Спасибо, что приехала. Вот, держи. Ключи от твоего дома. Можешь жить здесь. Денег у тебя хватит. Каких денег? Это наследство. Борис перехитрил сам себя. Он переписал все имущество на мою мать, чтобы уклониться от налогов. А она составила завещание на мое имя и ему об этом не сказала. Так что теперь это все принадлежит мне, но это нечестно. Но ты же его сын. Нет. Я не его сын. И вообще, наследницей должна быть ты. По крайней мере, я так решил. Офигеть ты решил. И еще одно. Я поднял информацию о... смерти твоих родителей. Поговорил с полицейскими, адвокатами. В общем... К сожалению, нельзя снова открыть дело об их гибели. Они пропали в Таиланде. Да и срок давности истек. Я знаю. Все равно выясни, что произошло. Понимаю. Но можно полететь туда и на месте начать поиски. Или нанять детективов, чтобы они расследовали. В любом случае, всю информацию, которая у меня есть, я тебе передам. Спасибо. Ты, наконец, можешь удочерить свою Таню. С такими деньгами тебе точно никто не откажет. Угу. Вот что я могу дать ребенку? Наимная дурочка. Решила, что девочка может победить дракона. Ну так ты и победила. Как? Отобрав ему деньги? Да какая разница. Дракон повержен. Золушка превратилась в принцессу и теперь у нее аж целых два принца. Кстати, твой папа очень о тебе беспокоился. Да. Он улетел и обещал больше никогда не вернуться. Ты полетишь к нему? Нет. Кто он у тебя? По-настоящему? Человек, которого я так и не смогла полюбить. А я тебя? Кто? Человек, ради которого я решила остаться. И возвращаемся к самой обсуждаемой новости последних дней. Сегодня суд вынес решение по делу миллиардера Бориса Войцеховского. Один из самых богатых людей страны признан виновным в двойном убийстве. В результате смерти жены, на чье имя были оформлены все капиталы Магната и по решению ее единственного сына, все состояние Войцеховского перешло к его племяннице Анфисе, воспитаннице детского дома. Анфиса, вы уже пожертвовали часть денег на помощь сиротам и приютам для животных. Чем планируете заняться дальше? Поступать в театральный институт. Девочка моя, да тебе там не учиться, тебе там преподавать надо. Ну где они? Самолет уже давно приземлился. Да не переживай, приедут. Танюха! Как ты вымахала, взрослая стала. Ты победила дракона. Ты во мне сомневалась? Конечно нет, но теперь мы сможем оторваться. Еще как. Здорово. Привет. А он ничего. Я стараюсь. Это будут лучшие каникулы в нашей жизни. Да, и в моей тоже. Да, и в моей тоже. Я стараюсь. Давай, давай, давай. Ах, хихих! Иди, 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 иди. Уи, давай! Иди, давай, давай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok